Хочу начать с вопроса как ты думаешь какой самый популярный вопрос точнее ответ в мире на вопрос как дела на самом деле это не у меня все хорошо или у меня все плохо самый популярный ответ в мире это у меня все хорошо но я так занят потому что почему-то в наше время считается что чем больше ты занят тем больше ты востребованным востребован тем успешнее ты я честно говоря сама грешу этим довольно часто но мы сегодня не будем философствовать на эту тему хочешь пофилософствовать приходи ко мне в инстаграм к . кена а сегодня давай разберем как же сказать по-английски людям что ты занят потому что если ты просто бежан без и это немножко грубовато эта фраза уместно если например тебя застали в процессе вот и стоишь там шторы вешаешь и к тебе подходят ты говорят ой а вот можешь мне помочь ты говоришь I'm a bit busy right now ну как бы давай человеку понять ты как будто это еще не видишь я занят сейчас еще как раз вот в том ответе на вопрос когда how you doing how you been ты говоришь I've been really well but so busy oh my god вот здесь тоже уместно во всех остальных случаях возможно это прозвучит не совсем вежливо поэтому давай рассмотрим другие варианты есть три буквальных ответа ты можешь сказать I've got a lot to do ты тем самым даешь человеку понять что у тебя очень сейчас много дел и тебе сейчас неуместно заниматься чем-то другим например I've got a lot to do this weekend let's meet up next week мне есть что поделать в эти выходные давай встретимся на следующей неделе сюда же фраза there's a lot going on ты можешь сказать I can't promise anything right now there's a lot going on in the office сейчас так много происходит всего в офисе так что я не могу ничего пообещать и еще если ты хочешь человеку сказать например мой календарь забит на несколько дней вперед я сейчас не могу ты просто можешь сказать my agenda is full this week это что касается буквальных фраз есть еще конечно образные выражения ой я вот их люблю больше всего например ты можешь сказать I have a lot on my plate или my plate is full right now и речь здесь идет не о еде не о том что у тебя полна тарелка а о том что ты очень занят например I'm starting a new job and I'm moving to a new city looks like I will have a lot on my plate this year я начинаю новую работу приезжаю в новый город судя по всему у меня в этом году будет очень много дел мне будет чем заняться еще вот мы по-русски говорим я по уши в делах по-английски есть такая же фраза I'm up to my ears in work сюда же пойдет I'm swamped right now теперь вспоминаем быстренько Шрека потому что визуализация это вообще лучший способ запоминать слова если есть какая-то ассоциация Шрек жил на болотах он жил как раз swamp swamp это болото I'm swamped означает что ты сильно занят потому что ты как в болоте сидишь в этой трясине с которой ты не можешь вылезти вот так у тебя много дел сюда же пойдет I'm buried with work buried это соответственно я похоронен да я похоронен под работой и вообще конца края не видно и еще одно образное выражение to be tied up tied up естественно есть буквальное значение когда что-то нужно завязать например to tie up your shoes завязать шнурки ты можешь сказать I was tied up in meetings all day я весь день был завязан на встречах не мог выбраться был очень занят вот так можно сказать и дать человеку понять что тебе сейчас некогда и ты занят нежели чем бросать через плечо I'm busy так что учи английский с пазл-энглиш и до новых встреч всем пока Субтитры сделал DimaTorzok